Как правило, по приготовлениям уже можно судить, каких событий ждать. В этом зале пройдет встреча трех президентов, но главный вопрос, конечно, будет ли им что потом сказать журналистам? В любом случае, все здесь явно готовились к важным и конкретным итогам. Сотрудники службы протокола еще до начала всех встреч проводили своего рода репетиции. Как именно они будут приносить папки для подписания документов, если подписание все-таки состоится? О том, что трехсторонние заявления готовятся, публично говорили и сами лидеры во время отдельных встреч. Да и в кулуарах переговоров можно было услышать такие фразы. Нужен проект векса совместного заявления. Путин и Пашинян сначала говорят с участием министров, потом министр выходит, и лидеры остаются один на один. Можно увидеть, в зал вносят какие-то документы. Российский президент ранее говорил, что именно в Москве хранятся точные карты советских времен, которые вполне способны помочь в урегулировании. Возможно, сегодня обсуждались и они тоже. Переговоры один на один завершены. Путин пока провожает Пашиняна, на ходу увидев Лаврова. Президент возвращается, зовет министра иностранных дел. Они несколько минут говорят с глазу на глаз. Судя по всему, обсуждая ключевые детали только что прошедших переговоров. Но ведь это только начало. Путин встретил еще одного своего гостя, президента Азербайджана. Впереди еще одна отдельная встреча, и только потом трехсторонние переговоры. Мы с вами сейчас можем увидеть, что еще до начала встречи Путин и Алиев уже о чем-то беседуют. Видно, что настроения хорошие, но так часто бывает в начале встреч. Переговоры с Алиевым сначала тоже идут вместе с министрами, потом один на один. По ходу возникают какие-то важные вопросы. К Путину и Алиеву срочно вызывают помощников. Скорость в кулуарах растет.